Самая полезная любовь Требуется отличать запретную любовь от разрешенной, полезную от наносящей вред. Любовь как чувство не предполагает ни порицания и осуждения, ни похвалы и принятия. Дать какое-то заключение относительно нее и правильно охарактеризовать ее, можно лишь посмотрев на то, кого любит человек. Сама же по себе страсть не является ни похвальной, ни порицаемой. Далее мы упомянем о любви полезной и наносящей вред, дозволенной и запретной. Знай, что самое полезное, самое обязательное, самая возвышенная и самая великая любовь, любовь к тому, любить кого сердца приучены изначально, кого они инстинктивно обожествляют. На ней зиждутся небеса и земля. Она естественна для творений. И она, тайна свидетельства, нет божества, кроме Аллаха. Ведь поистине Бог — это тот, кого сердца обожествляют посредством любви, почитания, возвеличивания, смирения перед ним, покорности и поклонения ему. И нельзя поклоняться никому, кроме него одного, а поклонение — это полнота любви вместе с полнотой подчинения и смирения. А предавать ему сотоварищей в этом поклонении — величайшая несправедливость, которую Аллах не прощает. Всевышнего Аллаха любят за него самого, его сущность, тогда как вся остальная любовь второстепенно по сравнению с ней и следует за ней. На обязательность любви ко Всевышнему Аллаху указывали все его писания, призыв всех его посланников, а также естественная изначальная природа его рабов, разум, которым он их наделил, и милости, которыми он их одарил. Сердца людей по природе своей склонны любить того, кто одаривает их благами и делает им добро. А что говорить о том, от кого исходит все благодеяние? Ведь любая милость, приходящая к творениям, от него одного, и нет у него в этом сотоварищей. Как сказал Всевышний Аллах, все блага, которые вы имеете, от Аллаха, и если вас касается беда, то вы громко зовете его на помощь. Сура пчелы, аят 53. На обязательность любви к нему указывают и его прекрасные имена и возвышенные качества, знания о которых он дал нам, а также следствия его действий, свидетельствующие о его совершенстве и ни с чем не сравнимом величии. К любви побуждают две вещи — это красота и благодеяние. А Всевышнему Господу присуще совершенство в этом. Поистине он прекрасен и любит прекрасное. Более того, вся красота принадлежит ему, равно как и благодеяние. И никто, кроме него, не достоин того, чтобы его беззаветно любили просто ради него самого. Всевышний Аллах сказал, «Скажи, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас». Сура семейства Имрана, аят 31. И Всевышний Аллах сказал, «О вы, которые уверовали, если кто-нибудь из вас отступит от своей религии, то Аллах приведет других людей, которых он будет любить и которые будут любить его. Они будут смиренны перед верующими и непреклонны перед неверующими, будут сражаться на пути Аллаха и не боятся порицания порицающих. Такова милость Аллаха, которую он дарует, кому пожелает. Аллах, объемлющий, знающий. Поистине ваш покровитель, Аллах, его посланник, и верующие, которые совершают молитву, выплачивают закят и совершают поклоны. Если они считают Аллаха, его посланника, и верующих своими покровителями и помощниками, то ведь приверженцы Аллаха непременно окажутся победителями». Сура Трапеза, аяты 54-56. Основа покровительства — любовь, и преданности без любви не бывает. А основой вражды является ненависть. Аллах — покровитель тех, которые уверовали, и они — его приближенные. Они преданы ему посредством своей любви к нему. И он покровительствует им посредством своей любви к ним, причем он покровительствует рабу в той степени, в которой он любит его. Поэтому Всевышний Аллах порицает тех, которые взяли себе иных покровителей, кроме него, в отличие от тех, кто предан его приближенным. Такой не берет их себе в покровители, помимо него. Наоборот, его преданность им свидетельствует о полноте его преданности ему. Он порицает тех, чья любовь к нему и к сотворенному одинакова, и сообщил, что поступающий так, приравнивает к нему творения, любя их так же, как и Аллаха. Всевышний Аллах сказал, «Среди людей есть такие, которые приобщают к Аллаху равных и любят их так же, как любят Аллаха. Но те, которые уверовали, любят Аллаха сильнее». Сура Корова, аят 165. «И он сообщил о тех, кто приравнивает к нему кого-то в любви, что они скажут в огне тем, кому поклонялись помимо Аллаха, «Клянемся Аллахом, мы пребывали в очевидном заблуждении, когда равняли вас с Господом миров». Сура поэты, аяты 97-98. С призывом к этому единобожию в любви «Всевышний Аллах направил всех своих посланников и ниспослал все свои писания. Все посланники, начиная первым и кончая последним, призывали к этому, и ради этого были созданы небеса и земля, рай и ад, и рай был предназначен для исповедующих это единобожие, а ад – для предающих ему сотоварищей в этой любви». Пророк, мир ему и благословение Аллаха, поклялся. «Не уверует раб Аллаха до тех пор, пока не полюбит меня больше своих детей, родителей и всех людей», – передали Аль-Бухари муслим. «А что говорить, когда речь идет о любви ко Всевышнему Господу?» «И пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал Омару ибн Аль-Хаттабу, да будет доволен им Аллах. Нет, пока ты не полюбишь меня больше самого себя», – передал Аль-Бухари. «То есть ты не уверуешь по-настоящему, пока любовь твоя не достигнет таких высот». «Если пророка, мир ему и благословение Аллаха, мы должны любить больше, чем самих себя, то разве Всеблагой и Всевышний Господь, имена которого святы, не заслуживает еще больше, чтобы мы любили его больше самих себя и поклонялись ему одному. Все, что приходит от него к его верующему рабу, побуждает его любить Всевышнего, как то, что нравится ему, так и то, что ему неприятно. Он дарует и удерживает, посылает благополучие и испытания, уменьшает и увеличивает, проявляет справедливость и оказывает милость, умершвляет и оживляет, делает добро, посылает милости, покрывает и прощает. Он выдержан и терпелив по отношению к своему рабу. Он отвечает на его мольбы, избавляет его от напастей, помогает ему, когда он взывает к нему о помощи и развеивает печаль его при том, что он совершенно не нуждается в нем и не испытывает в нем ровно никакой потребности. Все это побуждает сердца обожествлять и любить его. Более того, он дает рабу своему возможность ослушиваться его, создавая ему все условия для этого и покрывает его, пока тот не насытится. И пока человек ослушивается, используя для этого дарованное им благо, Всевышний продолжает оберегать и защищать его. Это тем более побуждает нас любить его. Если бы человек сделал для другого, хотя бы малую толику этого, тот не смог бы не полюбить его. Так как же рабу Аллаха не любить всем сердцем и каждой клеткой тела своего того, кто делает ему добро постоянно, при том, что сам он часто ведет себя по отношению к нему неподобающе? От него к человеку спускается добро, а от человека к нему восходит зло. Он помогает ему полюбить его, одаривая его бесконечными милостями, при том, что он не нуждается в нем. А человек постоянно дает ему основания ненавидеть его, при том, что он не способен прожить без него. И его благодеяние, добро и милости не удерживают его от ослушания его, но ослушание раба и вершимое им зло не лишают его благодеяния Господа. Какая же это низость, когда сердце отказывается любить того, кто столько делает для него и при этом привязывается к кому-то другому. К тому же всякое творение, любимое тобой и любящее тебя, желает, чтобы ты принадлежал ему и хочет получить от тебя желаемое. А Всевышний Аллах желает, чтобы ты был для тебя. Как сказано в предании, всякий раб мой желает заполучить тебя для себя, а я желаю, чтобы ты был для тебя. И рабу Аллаха не стыдно, что Господь его занимает такое положение по отношению к нему, а он отворачивается от него, занятый любовью к кому-то другому. Творения не станут иметь с тобой дело, если они не получают от тебя никакой прибыли. Они непременно желают получать хоть какую-то выгоду. А Всевышний Аллах имеет с тобой дело, чтобы ты получал прибыль, величайшую и высочайшую прибыль, с каждого дирхама от десяти до семисот и более. А при совершении одного скверного дела только оно одно и записывается, и существует много способов стереть его. И Всевышний Аллах создал тебя для себя и создал все в этом мире и в мире вечном для тебя. Так кто же больше него заслуживает, чтобы ты любил его всем своим существом и изо всех сил старался снискать его довольство? К тому же все, что требуется тебе и остальным творениям, у него, и он, наищедрейший и самый великодушный. Он дарует рабу своему прежде, чем тот попросит о чем-то, и дает ему больше того, что он надеялся получить. И он благодарит за малое благое дело и взращивает его, и прощает множество проступков, и стирает их. К нему обращаются с просьбами те, кто в небесах и на земле, и каждый день он занят чем-то великим. Сура Милостивый, Аят 29. При этом он способен слышать всех и сразу, и внимать одновременно всем просьбам, и не раздражает его настойчивость, взывающих к нему. Напротив, он любит упорство и настойчивость в мольбах, любит, когда его просят о чем-то, и гневается, когда раб его не просит его ни о чем. И он стыдится перед рабом, хотя тот не стыдится перед ним. И он покрывает его, когда тот не скрывает своих деяний. И он милует его, когда сам он не проявляет милосердия к себе. Посредством милостей своих и благодеяния своего Всевышний зовет раба к почету от него и его довольству, но он отказывается. И он посылает к нему посланников своих, и послал с ними завет свой, а потом и сам снизошел к нему, сказав, «Кто станет просить меня о чем-то, чтобы я даровал ему это? Кто станет просить у меня прощения, чтобы я простил его?» Передали Аль-Бухари муслим. Как говорится, зову я тебя, но ты прийти не желаешь, отправляю к тебе своего я посланца, и сам к тебе прихожу я, и во сне я с тобою встречаюсь. Как могут сердца не любить его, когда благие дела исходят только от него, а скверные дела не стирает никто, кроме него, и никто не отвечает на мольбы, не прощает проступки и грехи, не покрывает зазорное, не избавляет от беды, не помогает взывающему о помощи, и не дарует необходимое никто, кроме него. И он более всех достоин поминания, благодарности, поклонения и хвалы. И он помощник, лучше которого и желать нельзя. Он самый сострадательный властелин и самый щедрый из тех, к кому обращаются с просьбами и из тех, кто дарует и наделяет. Он милостивее всех, от кого ожидают милосердия, и благороднее всех, к кому устремляются. Он самый могущественный из тех, к кому обращаются за защитой, и лучший из тех, на кого уповают. И он милосерднее к своему рабу, чем мать к ребенку. И он радуется покаянию своего раба сильнее, чем тот, кто потерял свою верблюдицу, на которой была вся его еда и питье посреди пустыни, а потом уже, решив, что смерть неминуема, вдруг нашел ее. Омар ибнальхаттаб, да будет доволен им Аллах, передает. Однажды к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, привели пленных, среди которых была женщина, искавшая своего ребенка. И увидев среди пленных ребенка, она брала его, прижимала к своему животу и кормила его грудью. И посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал нам, «Как вы думаете, способна ли эта женщина бросить своего ребенка в огонь?» Мы ответили, «Нет, клянемся Аллахом, до тех пор, пока у нее будет возможность не делать этого». Тогда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Поистине Аллах еще милосерднее к своим рабам, чем эта женщина к своему ребенку», передали Аль-Бухари, муслим. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Поистине Аллах радуется покаянию своего верующего раба больше, чем человек, который уснул в бесплодной пустыне и, проснувшись, обнаружил, что его верблюдица, на которой была его еда и питье, убежала и отправился на ее поиски, а когда его измучила жажда, сказал, «Вернусь на то место, где я был, и буду спать там, пока не умру». И он положил голову на руку, готовясь умереть, а проснувшись, обнаружил, что верблюдица с его едой и питьем стоит возле него. Поистине Аллах радуется покаянию своего раба больше, чем обрадовался этот верующий, увидев свою верблюдицу и свои припасы», передали Аль-Бухари, муслим. «Он владыка, у которого нет сотоварищей, он единственный, и нет никого подобного ему, все погибнет, кроме лика его, и никто не будет покорен ему, кроме как с его дозволения, и никто не ослушается его без его ведома. Когда ему подчиняются, он благодарит, хотя покорились ему только благодаря его же содействию и по милости его, и его ослушиваются, а он прощает, он прощает при том, что право его не соблюдается. И он — ближайший свидетель и прекраснейший защитник, всегда исполняющий свои обещания. И он — самый справедливый и беспристрастный, контролирующий души, держащий за хохол свои творения. Он записывает все, причиной чего становится человек и что исходит от него. И он записал жизненные строки. Он знает, что в сердцах никакая тайна для него не тайна, а сокровенная для него не сокровенная. И все нуждаются в нем. И не выдержать лицам света лика его, и разум не способен постичь сущность его. И изначальная естественная природа человека, и все остальные доказательства подтверждают, что нет никого такого же, как он, и подобного ему. От света лика его рассеивается тьма, и озаряются небеса и земля, и от него зависит благополучие всех творений. И он не спит, и не приличествует ему спать. Он поднимает и опускает весы, и к нему восходят ночные дела прежде дневных, и дневные дела прежде ночных. Завеса его — свет, и если бы он поднял ее, то сияние лика его сожгло бы все его творения, насколько простирается взор его. Никто не заменит собою любовь к нему, даже если ты миром этим со всем, что в нем есть, завладеешь.